Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРОСИМ. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Доброе утро, доброе утро, наши юные открыватели и открывательницы, родители, открыватели и открывательницы, бабушки и дедушки. Всем-всем-всем доброе утро. В Кирове 7 минут 11 мы начинаем нашу уже традиционную детскую познавательную программу «Открывашка». Сразу напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Эти цифры вам сегодня потребуются, потому что мы, как всегда, будем задавать вам много вопросов, правильно ответив на которые, вы будете получать красивые, полезные призы. Телефон нашего эфира – 211-101. Меня зовут Николай Голиков. Помогают мне провести сегодняшнюю передачу. Федя Рычков. Федя, доброе утро. Доброе утро всем. Как тебе февральское утречко это? Холодное очень. Ты прогулялся уже? Да, долго прогулялся. Почему так вдруг получилось? Ну, решил сам дойти. Да? Да. И в итоге уехал не на эту остановку. Ну что ж, значит, хлебнула ветерка январского, да. И Голиков Миша. Миша, доброе утро. Привет. Привет. Ты как сегодня? Хорошо. Хорошо? Избежал ветерочка? Да, на машине. Молодец. Вот иногда умные встречаются люди. Тема нашей программы сегодня крайне интересная. У нас всегда в нашей студии на столе очень много книг, потому что это книги, в том числе наши призы, да, ведь мы уже привыкли к этому? Сегодня у нас книг в два раза больше. И книги, я просто не знаю, глаза разбегаются. Вот жаль, что нет трансляции, если вы могли это видеть. Ну, просто бы ахнули, потому что такой красоты вот сразу вместе, но в одном месте очень трудно себе представить. Потому что тема нашей передачи это книга, да. Это история книги. И это как делается, собственно говоря, вот та самая книга, которая здесь вот лежат. И, соответственно, гости нашей программы это люди, которые непосредственно занимаются тем, чтобы эти книги появлялись на свет. Это директор издательства Кировского ОК Ратко Евгений Дрогов. Доброе утро. Доброе утро. И художник этого издательства Татьяна Коршунова. Доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Ну что, ребят, давайте начнем с самого хорошего. Огласите список призов, чтобы люди уже знали, о чем мы говорим. Хорошо. Из книг. Первое. Из приглашений. Приглашение в музей-выставочный центр на Спаской. 0+. Приглашение на двоих театр на Спаской на спектакль «Мифы древней Греции». 31 января 17.00. 12+. Приглашение на двоих ката-кафе «Зоки». Приглашение на двоих в батутный парк «Марио». Приглашение на двоих в кинотеатр «Дружба». Приглашение на Масленицу в заповедник сказок на одного человека. Это все. Это все. Но это немало. Сразу скажем, немало так, да? Ну что, ребят, давайте, чтобы так в эфире было не скучно уже, давайте задайте какую-нибудь... Миша, задавай свой первый вопрос. Какая книга самая тиражируемая в мире? Тиражируемая. То есть какую книгу чаще всего и больше всего издают в мире, да? То есть самая такая многотиражная книга в мире. Я, кажется, даже знаю ответ. Евгений Михайлович Кивайот, он как профессионал, он, наверное, тоже должен знать. Но это, видимо, не книга издательства, а краткая. Нет, нет. Нет. К сожалению, пока нет, да? Или к счастью. А вообще, вот, ребят, смотрите, вот сейчас же такое время, да, вот даже здесь в студии, и то вот вроде книги-книги есть, ну, ноутбук стоит, да, вот все вроде такое цифровизованное. Федь, ты книг много читаешь? Да. Вот именно бумажных книг? Да. Тебе нравится? Какие тебе больше нравятся книги читать? Бумажные или вот в интернете сидите? Бумажные. А почему? Ну, как-то приятнее. Приятнее чему? Ну, привык уже. А просто привычка уже есть такая, да? Да. Да, у меня тоже. Я тоже? У меня с рождения читал бумажные. И так сейчас привычнее. А вот, Миша, вот тебе вот, когда ты берешь книгу, тебе вот больше что всего нравится вот в ней, когда ты берешь ее? Ну, текст. Текст? Да. То есть ты сразу так вот, ум, текст? Да. Вот, а Федь, ты как вот? Я просто, ну, нравится читать мне. Нравится читать, да? А вот сама вот по себе книга вот? Она приятная, там, по корке бывает, по рисункам, по текстам, по страницам, да, иллюстрации. Ну, иллюстрации в интернете ведь тоже есть? Ну, в интернете это в интернете. Хороший ответствующий в интернете, это в интернете. Там эти иллюстрации можно просто найти в том же Гугле. А тут можно потрогать. Потрогать, да, вот мне очень понравилось то, что можно потрогать. Так, Миша, ты задал несложный вопрос, на него уже готовы ответить. Тебе слово. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Арсений. Сколько тебе лет? Пять лет. Ух ты, молодец, Арсений. Да, и какая же книга в самом большом тираже? Энциклопедия рыцарей. Энциклопедия рыцарей. Нет, это он, наверное, хочет энциклопедию рыцарей выбрать. Ответ дай на вопрос, пожалуйста. Ну, вопрос был задан, да? Библия. Библия. Правильно. Конечно, правильный ответ. Безусловно, это самая тиражуемая книга. Да. Я так понял, что ты хочешь получить энциклопедию рыцари. Да. Все правильно. Молодец. Ответ правильный. Книга эта будет твоя. Не клади трубочку. Наш редактор объяснит тебе, как эту книжку получить. Я бы хотела напомнить, просто, радио 6+. Нам звонят дети, которым по 4-5 лет. Да. Это хорошее замечание. Нет, ну, мне кажется, эта программа все-таки не такого ограничения не имеет. Можно ее сразу обозначить как ноль с плюсом. Тем более мы сегодня говорим про такие вещи, которые... Евгений, по-моему, книга сопровождает человека с рождения, да? Конечно. Вот у тебя свой читательский опыт. Ну, я сколько себя помню, у меня всегда были книжки. Ну, вообще-то, судя по возрасту, когда ты родился, вряд ли у тебя мог быть персональный компьютер. Ну, да, и компьютеров тогда не было. Ну, они были, только их нельзя было в постель с собой взять. Они были, да, но их нельзя было с собой вообще унести. Они представляли из себя отдельную комнату, заставленную шкафами. Как не комната, а огромный зал. Или зал огромный даже, да. Вот. Ну, очень приятно, что в нашей студии дети, которые не просто читают, а любят читать. Сегодня далеко не каждый ребенок интересуется чтением и книгой. Да. Ну, и вообще, в природе человека получать тактильные ощущения. Вот я почему спрашивал, да, вот именно. Трогать, шуршать страницами, это входит в привычку, и это приятно. Если выключить компьютер, то уже никакой книги не будет, даже если ты что-то видел на экране, да. А книгу, если даже выключить свет, она не исчезнет. Интересное наблюдение. Ну, вообще, вот смотри, вот сейчас же очень много говорят о том, что... Ну, у нас часто такие разговоры бывают. Что-то появляется, говорят, вот сейчас будет только, условно говоря, телевидение, не будет никакого кино. Или будет кино, не будет никакого театра. Вот сейчас компьютер, не будет никаких книг. Мне вот что сегодня очень приятно, что вот, судя по поколению подрастающему, в их жизни книги точно будут. Ну, говорят, сейчас это обсуждается очень горячо и широко. И действительно, некоторый такой ренессанс, возвращение бумажной книги наблюдается. Некоторые взрослые объясняют это так, что у каждого ребенка теперь есть какой-то гаджет. Смартфон, планшет, ноутбук, компьютер. И это уже стало обыденно, это стало привычно, никого уже этим не удивишь. А вот бумажная книга, это круто. Это уже редкостью-то не стало. Ну, это не столько редкость, сколько, ну, может быть, мода какая-то возвращается на действительно бумажную книгу. Тем более, что многие технологические новации, какие-то новшества возвращаются обратно в книгу. Материалы, те же электронные какие-то приспособления. Особенно для детей. И сегодня удивить не только ребенка, но и взрослого можно, придя за книгой в магазин. Вот я еще подумал, так интересно, смотри, вот в компьютер бумажную книгу никак не вставишь. А в книгу... А книгу в компьютер уже можно запросто. А в книгу можно все что угодно, можно положить туда и флешку, и диск, и вот-вот, кстати. Опять же, жаль, что у нас нет трансляции. Посмотрите, вот, ребят, вы видели эту книгу? Это вообще мультимедийная коробочка такая, называется «Вятская далека». Да, это сказки на вятском диалекте, куда в комплект входит книга, игра, вятские слова. Нужно угадать значение вятского слова, диалектного слова. Вот, и диск, где записаны в исполнении автора и знакомого вам артиста, Руслана Мамедова, автора Тамары Копаневой. Четыре сказки. Вот, можно послушать. Вот, и все это можно унести с собой. То есть книга, как бы, получается даже больше мультимедиа, чем сам мультимедиа, да, скажем так. Потому что здесь еще есть бумага, которой здесь нет. Миша, что ты хотел сказать? Это, то есть, больше уже электронная книга? Это? Нет. Нет, это еще бумажная. Это бумажная, но традиционная. Это очень даже бумажная книга, да. И причем мне что нравится, смотри, вот, когда вот этот кружок прошел, да, вот, помнишь, вот, я просто с Женей говорила, да, в советскореме книги сдавали там сто тысяч тираж, там массово. Ну, качество у них было, скажем так... Разное. Разное, да. Разное. То есть были такие специальные подарочные книги, за которыми в очередь надо было постоять. Были обычные массовые издания. Сейчас, мне кажется, практически, если захочешь книжный магазин, каждая книга, уже видно, что люди стараются из каждой книги сделать что-то вроде произведения искусства. Ну, детские книги были достаточно качественными. Ну, с какого-то времени. Тоненькие книжицы, они специальными редакциями готовились, редактировались, создавались иллюстрации. Вот книги, которые я читал в детстве, потом достались по наследству нашим детям. Вот, и всё равно главное в книге — это текст. Но в детской книге, наверное, не только текст. Но иллюстрации тоже, но всё равно книга — это в первую очередь текст, который возбуждает воображение. Хочется самому потом прочитать, что-то представить, нарисовать. Вот, если книга рождает такую реакцию в ребёнке, то, значит, это нужная книга, хорошая книга. Ясно всё. Просто у тебя детство было чуть, наверное, попозже, чем моё, потому что вот, когда я ещё был маленький книг, ещё полиграфия была довольно-таки на таком слабом уровне. Да, и дай бог, если на детской книжке была ещё обложка хотя бы в два цвета. Обычно что, чёрно-белая или просто белая? Чёрно-белая книжка, графические иллюстрации очень немного, да. То есть, ну, зато это, ну, как бы старались сделать массово, чтобы люди как можно больше читали. Вот. Что затихли все вдруг? Феля, задавай свой вопрос. Нет, я бы хотел сказать, что почему ещё книги возвращаются. Потому что вот мне подали на день рождение электронную книгу, а мой классный руководитель к тому же учитель русского языка и литературы. И она прощает нас приносить именно, ну, не читательские, ну, как бы, читательские издания, которые печатные, чтобы мы их могли, не знаю, пощупать, потрогать, почитать так. Такая же история. Да. Как же у вас? Да. Ещё потому что книги просто стоят нам, наверное, дешевле. И это всё равно удобнее. То есть, купить книгу за 500 рублей вживую, чем купить книгу за те же 500 рублей только в интернете. И вживую эта книга у тебя останется надолго. Она будет твоя навсегда, да? То есть, ещё такое ощущение, что это моё. Её можно передать по наследству. Ну, да. И по-прежнему, кстати, не забывайте, книга лучший подарок остаётся, да? Да. Особенно, если книгу ещё сделал собственными руками. Вот. Задавай вопрос, Федя. Ну, честно говоря, я даже не знаю, какой вопрос задать. Какой хочешь. Ну, давайте так. Для тех, возможно, кто слушает эту Петербург или просто знает, книга, которая описывает Петербург, которая написана совершенно недавно. Коль, на несколько лет назад. Она схожа с названием песни группы Ленинград. Интересная она. Те, кто любит Петербург, наверное, догадались. Нет, ну, группу Ленинград, я думаю, наши слушатели не особо слушают. По крайней мере, родители об этом, скорее всего, не знают, да? Поэтому я тоже делаю вид, что мой сын эту группу не слушает. Вот. В России каждый год выпускается более 100 тысяч наименований книг. Да, между прочим, довольно сложный вопрос, да. Их даже представить себе тяжело какое-то количество. Это только наименований, да? Ну, и увидеть тоже тяжело одному человеку. И почему все эти книги разные абсолютно. Да, конечно. Все разные книги. Вот. Я, кстати, хочу еще напомнить. Мы сегодня как раз, я несколько раз сетовал, что, к сожалению, у нас нет видеотрансляции, чтобы показать вот то, что лежит на столе. Тоже вот вятское далекое. Все. Но я хочу слушателям сказать, что запись-то ведется, да? Запись-то ведется. Поэтому завтра программа появится на сайте. Можно будет посмотреть ее в Ютьюбе. Если вы, ребята, думаете, что вас никто не видит, как вы другу мордочки корчите, то вы ошибаетесь. Вас прекрасно все завтра рассмотрят. Вот. Давайте к Евгению перейдем. Вот еще, смотри, вот мы заговорили о том, что в книге главный текст. Но я как-то в этом немножко усомнился. Особенно речь пошла о детской книге. Потому что вот когда идешь, приходишь в магазин, выбираешь книгу детскую, да? Ну, понятно, есть авторы, которые хорошо известны. А когда выбираешь просто бубух, И тут, я думаю, уже как бы у художника появляется такая роль. Да. Иногда художник выступает с автором книги. И особенно в детской это важно. Мне кажется, иногда художник даже автором становится в детской книге. Ну, и бывают и авторские книги художника. Татьяна. Много, на самом деле, таких художников известных, которые одновременно и являются и писателями, и художниками. Например, наш вятский, кто? Чарушин, да? Который сам и сочинял. Евгений. Евгений, да. Евгений Чарушин. И иллюстрировал. То есть им можно гордиться. Затем у нас из... Вот это вятская далёко. Идея была моя. И Тамара Александровна подключилась. То есть изначально от художника как бы шло, да? Да. Идея тут шла от художника. То есть я вот это вот увидела до того, когда она появилась. Евгений, в сторону камеры покажите, пожалуйста. Она у меня была в голове раньше. А потом уже шёл долгий процесс составления сказок, иллюстрирования. Здесь более двухсот иллюстраций, но на самом деле делалось оно очень быстро. Потому что когда текст вдохновляет, делается легко, просто, весело, радостно. Так тем более, если это своя идея. Тем более, когда ты сам это всё придумал. Так что художник — очень важная вещь. Так, у нас звоночек есть. Федя. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Литя. Мне 9 лет. Я учусь в 70-й школе. Ты звонишь нам уже не в первый раз. Я тебя отлично знаю. Ты хотела ответить на мой вопрос, да? Да. Я не знаю, но я предположу Ленинград.ру. Ну, это тоже песня той же группы. Ну, да. Но есть ещё одна песня, скажем так, «В Питере пить» называется. Аналогичное название у той же книги. Только поменять последнее слово. Может быть, ты догадаешься? Ну, можно ещё пить в Питере. Поменять последнее слово? Нет. Федя, давай мы сделаем вот что. Да, то есть человек всё-таки показал, что он знаком с группой, знаком со словом Ленинград. Так, подскажи правильный ответ, и мы признаем его. Книга «В Питере жить» её алистератор Алексей Вайнер, о котором, я надеюсь, мы сегодня тоже упомянули. Так ты можешь сразу и рассказать про него. Только сейчас мы разберёмся с призом, да? А потом ты расскажешь немножко. Хорошо. Какой приз ты хочешь? Балтик Пахмарио. Отлично. Сейчас редактор с тобой свяжется, и ты всё... Не клади трубочку просто, да. Вот ты заговорил про Алексея Вайнера. Расскажи, кто это? Мой знакомый, который живёт в Санкт-Петербурге. Он иллюстрирует книги, и плюсом у него есть одна авторская книга. Покажи книжки, которые ты принёс с собой. У меня сегодня есть две его книги. «Король собака». Показывает. У нас там камера показывает, да, и мы увидим заодно. А вторая — «Король собака» и... Король собака. И «Император собака». И «Император собака». Ужас какой. Ну, сейчас год собаки вообще-то. И «Король и император» — это примерно одно и то же. Ну, примерно, но не совсем, наверное. Понимаешь, что интересно, Миша, такой заголовок, да, ты говоришь, в чём разница. Приходится покупать книгу, чтобы понять, в чём разница. Судя по обложке, это разные собаки. И, похоже, даже не очень дружно между собой. Да. Ясно. Ты сам-то читал книги? Нет, ещё не успел. Ну, посмотрел, полистал. Картинка красивая. Посмотрел картинки-то, да? Да. Тут возвращаясь, да, вот к разговору о художнике, вот какая большая роль у художника, да? А вообще, вот, Евгений, у меня такой вопрос, я не знаю, я думаю, что дети потом спросили. Сколько человек вот задействовано в том, чтобы появилась книга? То есть, про директора издательства мы поняли, про художника мы поняли. А вот сколько людей нужно, чтобы она появилась? Вы знаете, мне очень нравится метафора, что книга – это ребёнок, у которого не двое родителей, как у человека, а много родителей. И это количество может варьироваться в зависимости от того, какая это книга. Писатель. Автор. Автор. Автор текста. Автор текста, да? Редактор. Корректор. Художник. Может быть, художественный редактор, который редактирует не текст, а визуальный ряд. То есть, это редактор, который уже правит художником. Да. Ясно. Дизайнер книги, который создаёт макет. Может быть, человек, который осуществляет верстку текста и компоновку изображений. Причём это всё редакционно-издательская подготовка. Это люди, которые работают в издательстве. После того, как макет книги подготовлен, он поступает в типографию. И в типографии есть тоже много людей, много участков, где книга появляется на свет уже. Печатники, переплётчики и так далее. И вот все эти родители участвуют в создании, в появлении книги на свет. И если кто-то из родителей не очень любит своего ребёнка, то, может быть, что-то с книгой в итоге не так. То есть, получается, что должен быть ещё один человек, который за всеми другими родителями надирает, чтобы все всё сделали правильно. Может, и не один. Может быть, и не один, да. Потому что со стороны издательства это может быть представитель издательства. Автор тоже переживает за своё детище. Мне кажется, это самопереживающая фигура. Да, самопереживающая фигура. В типографии тоже есть специально обученные люди, которые следят за технологическим процессом, за координацией слаженности работы между разными участками. И следят, чтобы в итоге ребёнок появился такой, какой он задуман своими родителями. Вот здесь просто у нас на столе большой-большой лист. Это какая-то средняя стадия работы над книгой. Да, да, да. Это когда? Это печатный лист вот этой книги. Это относительно новая книга нашего издательства «Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным. Это такой одновременный путеводитель и мини-энциклопедия. И тоже чувствуется рука всё того же художника. Да, и тут художник очень сильно постарался. И вот так выглядит книга после того, как печатный лист выходит из печатной машины. Вы знаете, ребят, что такое печатный лист вообще? Вот это лист бумаги, запечатанный с одной стороны. Вот такого формата, да? Да, вы видите, что здесь восемь страниц. Ещё восемь страниц появятся на обороте. Но здесь, правда, он только с одной стороны запечатан. Это такой контрольный лист. Нам типография, как заказчику, показывает, как идёт процесс печати. Всё ли хорошо. Так ли цвета отображаются, как мы задумали. И вообще нет ли каких-то фатальных, может быть, проблем. Мы видим, что всё прекрасно, и говорим, печатайте дальше. После того, как тираж будет отпечатан с одной стороны, лист переворачивается, и печать идёт на другой. Но здесь он не запечатан. И потом, после того, как печатный лист будет запечатан с обеих сторон, он складывается, и появляется целая тетрадь, из которой потом составляют книгу. То есть в книге... Если вот с торца посмотреть, обычно видно вот эти печатные листы, как они сложены. Их даже на корешке видно, что книга состоит из нескольких вот таких тетрадей. Их называют тетрадями. Дальше их обрабатывают, сшивают в единый текстовый блок и приклеивают к текстовому блоку обложку. Ну, на самом деле, операций очень много технологических, и можно долго об этом рассказывать. Если кто-то этим заинтересуется, может специально об этом почитать, посмотреть. И вообще в нашем опорном университете до сих пор ещё существует специальность, которая называется «Издательское дело и редактирование». Это как всем-то удивление, говоришь, до сих пор существует. Мы только что говорим о том, что книги всё больше и больше воздействованы. Да, ну, тем не менее. Ладно, давайте сделаем маленький-маленький, буквально несколько секунд перерывчик, и потом вернёмся в студию. Век авто и интернета, всё как будто под рукой, Ну, а вдруг, однако, нету, не мечись по кабинету, Оступай-ка, дорогой, ты в такое заведение, Где уют и тишина, там найдут произведение, В ней одной твоё спасение, это, братцы, всё она. Библиотека Хранит творения умов Библиотека На полках множество томов Библиотека Пускай крестьянка не княжна Библиотека Она исчезнуть не должна То визиты, то отчёты Где тут духом воспаришь Взять бы бросить Только что ты Возвращаемся в нашу студию Напомню, что вы слушаете программу Открывашка Детскую познавательную программу Её веду я, Николай Голиков Мне помогают её вести Фёдор Рычков и Миша Голиков В гостях у нас сегодня Директор издательства «Ократкое» Евгений Другов И художник издательства «Ократкое» Татьяна Коршунова Кстати, вот вопрос Я не знаю, ребят Вы почему не спросили до сих пор А что такое «Ократкое»? Издательство А что такое название Вот это «Ократкое»? Вы такую букву вообще знаете? Нет А что ж вы тогда Это вот как будто так и надо Как будто прямо 34-я буква В алфабете появилась Вот тогда я спрашиваю Если вы не спрашиваете А почему «Ократкое»? Жень, что это за буква такая? Ну, надо начать с того Что мы в 2006 году Когда выбирали имя Для нашего издательства Название придумывали С учредителями Мы перебрали Ну, две сотни названий точно И какие-то были неоригинальными То есть уже существующими Какие-то нам не нравились Какие-то были громоздкие То есть всегда кто-то находился Кто подвергал критике предложения И мы не могли никак договориться между собой И в итоге наш друг предложил нам Использовать для названия издательство Букву, которую он придумал Придумал Название придумал Он сам ее придумал? Аналог на самом деле Существовал В прежние времена В славянском языке Ну, в протославянском языке И в некоторых современных Славянских языках До сих пор это различие существует Между долгим звуком «О» И кратким звуком «О» В первом варианте азбуки Для славян, которые придумали Кирилл и Мефодий Там тоже были различия В разной долготе звуков Но в русском языке В восточнославянском В нашем регионе Этого различия не было И лишние буквы в итоге Просто исчезли из азбуки Ну, вот, например В слове «Болгария» В болгарском Мы произносим четко «Болгария» Пишем через «О» А на самом деле Там краткий звук «Болгария» А у них там типа твердого знака Да, да И это краткое «О» как раз Обозначается у них Твердым знаком Вопрос такой Ты сейчас сможешь произнести «О» краткое вслух? Мы говорим, что это краткий Восторженный звук «О» «О» И слушайте, да, здесь вполне соответственно Ну, вернемся к нашему вот этому листу печатному Большому, который мы тут складывали Да, с большим интересом То есть, в принципе, получается и так, что Человек может взять Лист бумаги И сам сложить вот такую тетрадку книжную Татьяна Давайте попробуем Давайте попробуем, может быть, да Может сложить Так, ребята, у вас есть бумага с собой здесь? Да Так, давайте Так Ну что, пройдем краткий курс Книгоиздания Мы сделаем маленькую книжечку Быструю маленькую книжечку Листочки обычные, стандартные Ребята, кто нас слушает Можете тоже вместе с нами делать Мы вам все объясним Обычный, стандартный листочек Четвертого формата Книжечку, в которой можно потом самому что-то написать Выступить еще и писателем Да Но самое главное Давайте маленький ликбез Мы сначала Проговорим, что у нас будет в книжечке У нас будет плотная обложка Которую вы сделаете отдельно Из другой бумаги Затем у нас будет Аван-титул Это первый лист Где обычно пишут дарственные Затем следующий у нас будет с вами Титульный разворот И дальше Где, собственно, название книги Где, посредственно, название книги Не краткое описание Да Нет, не краткое описание Там Краткое описание на обороте Анотация на обороте Оборот — это контр-титул Там обычно бывает Краткое описание Анотация Выходные сведения И различные тайные знаки Типа СБН А, да, да И дальше уже непосредственно Идет спусковая полоса И дальнейшие Различные типовые развороты То есть Мы почти с вами Сделаем прототип Настоящей книжки Только он будет у нас с вами Маленький Хорошенький И удобненький Можно Слушайте, вот я сразу даже знаю Для чего такие книжки Можно использовать Это для контрольных работ Да, для контрольных работ Гораздо удобнее, чем Любой мобильный телефон Меньше места занимает На ИГС Идешь, тебя спрашивают Да, да, вот Списаешь Нет, я книжку читаю Вот только дальше Все тайны не раскрывай Потому что наши педагоги Тоже нас слушают Да Так, чтобы для ускорения Сразу порезанные два листочка Так То есть листочек режется пополам, да? Берется А4 лист Что бы вам было интересно Делаем с нами Давайте, конечно Мне и так интересно Так, то есть лист мы разрезали Так Разрезали пополам По вертикальной Подлинной стороне У нас с вами Вот это вот один А-листочек Это будет полностью странички То есть внутренний блок книги То есть вот здесь, видите, половиночка Она видна Значит, мы с каждой стороны Сейчас складываем внутрь Вот До этой линии сгиба Ага, то есть До середины До середины Сгибаем с краев до середины Да Ой Слушайте, надо телевизионную передачу делать, да? Я уже несколько раз думаю Когда к нам, помнишь, фокусники приходили? Там должна была быть телевизионная передача Вот как-то надо будет над этим поработать То есть вот получается у нас Сюда послали сюда Да? Внутрь складываем Я просто не слишком видно Нет, вот так вот сидим Нет, я не вижу Ага То есть мы видим, что мы складываем внутрь Точно так же делаем второй листочек И второй точно так же, да? Вот Евгений Михайлович Да Ты как директор издательства Он контролирует процесс Хорошо Я буду направлять Направлять и делать замечания Если кто-то что-то делает не совсем так Потому что Это как бы мы делаем книгу для издательства краткая Нет, мы делаем книгу для себя Для урока Для урока Вы можете меня пока что-нибудь спросить Я вам пока расскажу Чтобы у нас слушатели не скучали Да Ну, нам, конечно, весело Ребята, спросите о чем-нибудь, если хотите А вот как вам приходит идея вообще создать книгу? То есть просто случайно или вы к этому готовитесь? Или приходит пополам? Знаете, иногда можно сказать, что Как вам пришла идея издать книгу? Можно сказать, я к этому шел всю жизнь Ну, это так будет шутка Но на самом деле по-разному происходит По-разному происходит Иногда к нам приходят авторы со своими идеями Иногда мы что-то придумываем И уже под идею приглашаем авторов разных людей Так, Евгений Михайлович, на секунду Так, и еще вдвое, да? Да Так, продолжайте, продолжайте Мы тут своим делом заняты Вы нам не мешаете совсем, говорите Ну, вот Татьяна уже сказала, что идея Создать книгу сказок на вятском диалекте Пришла на самом деле художнику в голову И она этой идеей увлекла нашу сказочницу Тамару Копаневу Которая взяла за основу сказки, собранные этнографом Зелениным Вятской губернии в начале 20-го века И авторски их переосмыслила С использованием лексики того диалекта Который в нашей вятской губернии бытовал Гармошка получается Пока гармошку делаем Вот, это вот один вариант такой Когда художнику приходит идея такая графическая Что вот как бы это было здорово Но надо сказать, что чаще всего бывает наоборот То есть автор со своей идеей, с текстами приходит в издательство И говорит, вот я хочу издать книгу, например, богато иллюстрированную И тогда художник должен как минимум прочитать этот текст Чтобы у него появились идеи, как ее представить Вот Какого формата будет книга Сколько у нее будет страниц Какой будет переплет Чаще всего это коллективная работа Идет какое-то предложение Оно обсуждается Обдумывается Иногда в процессе работы корректируется Так, у нас гармошки пока получились такие Две гармошки должны получиться Две гармошки Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке Ага Евгений, ну смотрите, вот автор, да, вот приходит Я книжку написал, да? Автор книжку написал, приходит, говорит, вот я текст написал, хочу издать У него же все равно нет такого понимания, да Как далеко зашла полиграфия, что с этой книжкой можно сделать То есть все равно это вот Креатив-то от вас уже, наверное, исходит чаще всего Ну да, конечно То есть как бы вот никто ж наверняка не знает Вот до чего дошел прогресс Чаще всего человек приходит, говорит, вот Что вы посоветуете И в зависимости от жанра От целевого назначения То есть кто будет читателем Что это за книга Мы уже предлагаем тот или иной вариант Если, например, это путеводитель, да То удобнее, если это будет Карманного формата книжка Которую можно Легко спрятать В карман или В сумку Вот Вмешаюсь у Феди Немножко не такая гармошка получилась Так, а как один в другой? Просто на краю, да? Вот так вот? Федь, посмотри Вот В другую сторону, да Ты сейчас делал основные заволны Сейчас просто исправляй их, чтобы они были как гармошка И один в другой И вот так вот просто вставляются Так, мы пока тут сидим Евгений Михайлович Отдувается Миш, задай вопрос слушателям, да? Какая самая дорогая книга в мире? Какая самая дорогая книга в мире сейчас? То есть есть некая книга Конкретно, да? Которая вот сейчас Вот это вот конкретная вот такая Бумажная книга Которая сейчас самая дорогая, да? Очень интересный вопрос Ты знаешь на него ответ? Я не знаю на него ответ Вот заодно и узнаешь Ну, правда, я видел разные книги Иногда люди специально стремятся создать Такую книгу, чтобы всех поразить Чтобы она была самая-самая какая-нибудь Там самая большая, самая Вот, наверное, дорогая тоже есть Ну, вот смотри Вот ты принёс «Вятское далёко», да? Ведь это совершенно вот такое вот Ну, для человека, который не следит за книжным бизнесом Да, это просто что-то такое невообразимое Это же придумать вот как Вот это всё полностью Вот, кстати, «Вятское далёко» Это пример того, как из идеи просто издать книгу Появляется идея эту книгу дополнить ещё игрой Ну, она дополнена, и причём дополнена-то очень гармонично То есть всё как бы одно с другим хорошо сочетается Потом появилась идея записать несколько сказок в аудиоформате на диск Вот, а потом стала задача Появилась задача, как это всё объединить Как это соединить воедино И тогда появилась вот такая коробка Причём коробка тоже Это, наверное, третья версия коробки Которая была придумана Над коробкой тоже долго работать пришло Да, то есть изначально мы предложили один вариант У типографии был другой Другое предложение И потом в итоге появился такой комбинированный вариант Так, маленькая пауза Миш, нам позвонил человек, который знает, оказывается, про самую дорогую книгу Привет Здравствуйте Как тебя зовут? Михаил О, тёзка Сколько тебе лет? Десять В какой школе ты учишься? Четырнадцатой И ответ Какая же книга самая дорогая? Библия Гутенберга Отпечатанная в 1456 году Тиражом 180 экземпляров Так, у тебя другая информация? Это не совсем правильный ответ А какой у тебя ответ вариант? Это Лестерский кодекс Да Винчи Самая дорогая книга А он стоит 38 миллионов долларов Лестерский кодекс 49 миллионов долларов Так, дискуссионный вопрос Дело в том, чтобы пока Миша готовился к эфиру, что-то могло измениться Я думаю, что ответ насчёт Библии Гутенберга надо тоже признать правильным Потому что, извини, такая цифра, а там уже 38 миллионов, 49 миллионов Это сон безумные деньги за одну книгу Поэтому я думаю, что надо ответ признать правильным? Ты согласен со мной? Ну, продолжай дальше разговор И какой приз ты хотел бы получить? Я не слушал Так, я не слушал Есть книги, есть приглашения разные Вот что бы ты хотел? Приглашение или книгу? Книгу Книгу Хорошо, давайте я повторю Энциклопедия рыцаря для читателей от 6 лет Энциклопедия удивительные факты обо всём на свете Федь, можно я тебя немножко перебью? Смотри, 10 лет мальчишке, да? Ясно, что тут некоторые энциклопедии уже точно великоваты, маловаты для него Слушай, у тебя есть какой-нибудь братик или сестрёнка маленькая? Нету Нету, да? Вот, тогда надо какую-то книгу уже для взрослой предлагать Я тебе могу посоветовать Яков Перельман «Занимательная физика» Отлично, да Я, кстати, вот что скажу Если бы не эта книга, я был бы двоечником по физике Потому что эта книга давно написана Я уже не первое поколение Не первому поколению детей Она помогает разобраться в физике Какой счастливый возглас, так приятно Да, нет, ну на самом деле книга великолепная Это отличный выбор Так что не клади трубочку, тебе объяснят, как ты сможешь её получить Вот Мы, так, до чего мы дошли в нашем производстве книг? Так, мы уже сделали внутренний блок Да, мы сделали У нас уже готов внутренний блок книги Да У всех, я смотрю У всех, да Сейчас мы будем соединять внутренний блок Надевать на неё обложку Вот Чтобы ускорить процесс Я вам что-то подготовила А я пока Евгений Михайлович Я спрошу такой вопрос Смотри, вот Ты говоришь, что каждый хочет сделать книгу такую, чтобы, значит, ну Неповторимую совершенно Нет, это может быть совершенно простая книга Нет, ну Мечта издательства, сделать что-то такое, чтобы Мечта издательства, да Вот насчёт Вярского Далёка Получилось такую книгу сделать? Вы знаете, получилось А как это вот выразилось? В чём это выразилось, Евгений Михайлович? Ну, во-первых, эта книга Замечена многими Экспертами, конкурсами Она получила у нас С момента выхода уже 12 Наград разного уровня Вот Книга интересна не только детям, но и взрослым Причём, если интереса какого-то вот к чтению первоначального, может быть, у человека нет Он может поиграть в игру Послушать сказки в аудио формате И Мы уверены, что этот интерес В итоге Появится Особенно у ребёнка Так, я вот уже немножко, пока слушал, заслушался А, то есть мы эту книжку одеваем на неё с двух сторон Вот эту обложечку, да? Ясно А потом ненужное обрезаем Да Ножницы Да не так-то всё просто Вот здесь ножницы есть тоже? Так Ой А у меня как-то не очень-то получилось То есть мы сейчас складываем вот здесь А, вот как Складываем, чтобы у нас получился корешок Так, мне надо всё переделать То есть эта книга была замечена, да? То есть не зря усилия прошли? Да, конечно Вот Жень, а вот это ж не только Вот смотри, там рядом ещё красота такая лежит Это что за книжка? Ой, это тоже Замечательная книга Это книга английского автора Олфрид Гоувей Переводная Лошадь в мифах и легендах Идея издать такую книгу К нам пришла в процессе общения В Москве на книжной выставке С одним нашим Известным Скажем так, книговедом Который Предложил Обратить внимание на Одну дипломную работу Студентки университета печати в Москве Которая сама увлекается лошадьми И на дипломный проект взяла вот эту книгу Для того, чтобы её проиллюстрировать Она выходила до этого в чёрно-белом варианте В обычном таком небольшом формате Где был только текст И около десятка чёрно-белых иллюстраций И всё Ей удалось создать Такую красочную книгу Где помимо авторского текста Очень много различных вставок Цитат Выдержек из литературных произведений Какой-то дополнительной информации То есть это не просто такая скучная циклопедия А самое главное, что она оформлена с любовью И специально для книги созданы целый ряд иллюстраций Художницу зовут Алина Мелентьева Она живёт в Москве Ну вот в итоге в результате такого То есть английский автор, московский художник И книжное издательство Вообще интересно Вот это у нас тоже одна из самых популярных книг Которая у нас расходится на выставках И заказывает у нас И интернет-магазины У всех получились книжечки Вот Давайте покажем Мы тем временем Жень с Марии Занялись полезным делом Мне тоже это пригодится Слушай, на радио тоже У меня у вас хочется куда-нибудь заглянуть А компьютер не всегда В руках Вот Ну вот Книжечка у нас получилась Маленькая-маленькая Книжечка с обложечкой У нас есть Книжечка с обложечкой Дальше, соответственно Если мы будем её оформлять Да? Да Дальше можно совершенствовать свои навыки Да Можно Вот видите тут Смотрите у меня какие есть книжки Опаньки Тут даже с тиснением А как это сделано? Секрет Мастерство Это целая технология Это уже отдельная передача Татьяна, ну это уже я так понял Что не ваша дочка делала, да? Это уже вы сами Нет, это не дочка делала Она да? Это вот технология тиснения Специальными материалами Нагретой резинкой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Здесь вот видите Вот разный дизайн Этих же самых книжечек Смотрите Вот видите С вырезанными Можно взять цветную бумагу Можно несколько таких ленточек Между собой соединить И будет Слушай, я уже увлёкся Разный дизайн То есть видите Книжка-арбузик Филь, ты когда книжки свои издавал? Книжка с текстом? Нет Нет Я только блокнотики клеил Я их сшивал вот так вот Ага Это тоже, кстати, здорово, да? Миша, я знаю, что книжки издавал У него было такое книжное издательство Да Он писал рассказы, издавал Ну вот если бы ты знал технологию Представь Как бы это сейчас всё красиво выглядело У меня единственная книга В которой я поучаствовал Это была книга Которую написала Аглая Соловьёва Я нарисовал маленький рисунок Точно сейчас уже не могу вспомнить, что это было Мне тогда было лет, по-моему, шесть И эта книга шла для того, чтобы Ну, помочь детям больным То есть они продавались и деньги собирали Благотворительный проект называется это всё Мы издали три книги Аглая Соловьёва Да Я, кстати, видел Все интересные А что ты там нарисовал, помнишь? По-моему Что-то наподобить Чебурашке А книжка как называлась, помнишь? А вот это я не помню А что надо было нарисовать? Чебурашку? Или нет? Просто какого-то героя Который потом будет следовать Так, Федя, слушай У нас есть еще немножко минут Слушай, задай вопрос Мы дальше продолжим наш разговор, да? Не хочешь? Миша, задавай это ты Самая длинная книга в мире Самая длинная книга в мире? Да Именно по количеству страниц А, то есть самая толстая получится? Да Самая толстая книга в мире? Ну, там не одна книга Там несколько томов Слушай, мне что-то подсказывает Что я тоже знаю Ответ на этот вопрос Потому что где-то я не помню Читал недавно Сколько этих томов заняло? Я, по-моему, читал Но не говори Я не помню название книги Не говори Сколько томов? Я думаю, название этой книги Но длину приблизительно Ну, ладно Подсказка Самая длинная книга в мире У вас еще есть шанс У нас осталось немножко буквально времени Но вы сможете вполне ответить Получить свой приз Призы пока еще есть Призов очень много разных Мы как раз остановились на чем? Вот на этих вот прекрасных Маленьких книжках Слушай, ну, Евгений А вот такого рода Какие-то вот Совершенно необычные книги Издавать приходилось? Вот такого формата, например? Маленькие мы еще не издавали На самом деле Далеко не каждая типография Способна технологически Вот такую малютку То есть, ребят, то, что вы сейчас сделали Не каждая типография способна делать Ну, в тираже, да? То есть, если речь не идет о ручной работе Вот, о тиражной Вот, ну, вынашиваем несколько идей Надеюсь, это такое даже, по-моему, Целое общество любителей миниатюрных книг Миниатюрной книгой считается Если высоту она меньше 10 сантиметров Вот меньше 10 сантиметров Это книжки-малышки Миниатюрные издания называются по-разному Вот есть, да, библиофилы Которые собирают такие книги Библиофил, да? Библиофил, но библия Человек, который любит книгу Так, у нас вопрос Самая длинная книга Самая толстая Самый толстый многотомник в мире Да Вот Все-таки вопрос у Миши из книги рекордов Гиннеса Вот у меня есть книга про рекорды Гиннеса Я ее прочитал всю, но там такого вопроса не было А это не так давно появилось, насколько я знаю Скорее всего, это надо уже более новое издание Нет, я с 2018 года Миша хорошо подготовился к программе Ну, понимаешь, если ты там это не нашел То боишься, что и нашим читателям ГАДС так будет трудно В интернете это не тебе кажется легче И я это в интернете нашел В интернете нашел, да? Ну, ребят, загляните в интернете Если Миша нашел, вы тоже найдете Ну, смотри, опять же А мы бы тоже хотели разыграть книжку Азбука города Вместе с архитектором Чарушиным Ну, книга очень красивая, на самом деле Вот давайте так, если сейчас кто-нибудь позвонит Мы предложим именно эту книгу Потому что это, я думаю, всей семье будет отличный подарок Если на вопрос никто не сможет ответить Мы можем свой задать вопрос А задайте свой вопрос, потому что у нас немного времени уже остается Задайте, пусть будут два вопроса в эфире Минже пяти минут осталось Архитектор Иван Аполлоныч Чарушин Внес огромный вклад в развитие архитектуры и градостроительства Не только нашего города, но и всей Вятской губернии Кировской области Сколько зданий построил архитектор Чарушин? Сколько сотен зданий? Скажем так Предложи варианты ответа Сто зданий Пятьсот зданий Тысяча зданий Сто, пятьсот или тысяча То есть по проектам Чарушина построено здание Да Слушай, это интересный вопрос Интересный вопрос Но, ребят, вы не бойтесь, позвоните И, в принципе, может даже угадаете, если не знаете Да, и почему нет Можно ведь угадать Можно угадать, вполне догадаться Хотя, на самом деле, интересно Вот когда по области ездишь, да Приезжаешь, смотришь что-то Просто спрашиваешь Говорят, это построено по проекту Чарушина Очень интересно бывает Приятно это Так что у нас еще одна книга в розыгрыше Азбука города Правда, очень красивая книга Это уже такая Ну, как бы это Выставочный экземпляр Так вы скажем, да Вот Ребята, у вас два вопроса И совсем чуть-чуть времени Чтобы на них ответить, да Либо самая длинная Самая длинная книга Либо Сколько зданий по проектам Чарушина построено Сколько зданий по проектам Чарушина построено Вот Такой вопрос примерно Ну что Ждем? Больше не ждем Ну что ж, к сожалению Даже такая интересная программа, как наша Она иногда заканчивается Хочу напомнить, что вы слышали программу «Открывашка» Вы потом сможете посмотреть запись программы в Ютьюбе Увидеть все вот эти прекрасные книги, которые у нас стали Увидеть, как мы тут изготавливали свои книжечки под руководством опытного художника И приобщились к этому бизнесу Я хочу сказать спасибо нашим гостям Евгению Дрогову, директору издательства «Кратко» И Татьяне Коршуновой, художнику этого издательства Спасибо И моим соведущим Да, Михаил и Федя Всем спасибо большое До новых встреч В следующее воскресенье в 10 утра Слушайте нашу программу Всего доброго Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok